После обстрела поселка Зеленополе и села Курдюмовка, после того, как обследовали все здания, которые повреждены, наше предприятие, дочернее предприятие РУТЭКСКЕРАМ, оказал материальную и финансовую помощь пострадавшим. Работникам выделили и финансовую помощь для закупки шифера, и предоставили столовую для поминок мальчика, который погиб, которому состоит только 15 лет. Поэтому наше предприятие всячески помогает пострадавшим, и мы готовы дальше помогать, если, не дай Бог, такое еще случится. Скажите, будь ласка, какую самую материальную допомогу вы надавали, и на что самую выделены деньги? Значит, после того, как нам работник обратился ко мне, где было повреждено 3 окна, 2 двери и 20 листов шифера, мы оказали помощь финансовую в размере 2000. Это для закупки, прежде всего, шифера, потому что надо было как можно быстрее накрыть дом. Мы предоставили столовую, мы предоставили продукты, кому необходимо, и дальше, если будут люди обращаться по поводу продуктов, по поводу материальной помощи, пока нет людей, которых обратились. Тем, кто обратился к нам, мы всем оказали помощь. Скажите, будь ласка, в этой родине, где загибнул 15-летний парень, с этой родины кто-то працювал на вашем предприятии, так я понимаю? Нет, они на казаках працювали. Ну, але ж вы им надали допомогу, что стосуется шиферу, там, пошкоджения? Нет, это не эта родина. Там, где погиб мальчик, вот, это совсем другая семья, но мы им чисто по-человечески разрешили поминки организовывать в нашей столовой. Бесплатно предоставили посуду, предоставили все необходимое для того, чтобы люди помянули этого мальчика. Ну, я сьогодні спілкувався з мамою цього загиблого хлопчика. В них є потреби в шифері, стекло им потрібно. Значит, я могу... Я могу оказать помощь в плане нематериальной, потому что это совсем другой район, но, тем не менее, я посмотрю, что там необходимо, что необходимо сделать, и мы в процессе сможем оказать помощь. Дякую. Спасибо.